Души его, сердца и Господь его. Интересное такое сравнение. И вот в этой книге есть слова, они звучат интересно, очень красиво. Они, то есть я, да, вот они, лето ди, лето ди, ли. И буквально, вот синодальные переводчики перевели это так. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Они, лето ди, лето ди, ли. Вот это лето ди, лето ди, оно переводится очень странно. Вообще буквально я в нем, а он во мне. Мы одно целое. То есть буквально, вот можно так перевести, что я в нем и без остатка я ему принадлежу. Вот он во мне и он мой на все 100%. Вот я его на 100%, он мой на 100%. Вот это как бы вот. Вот этот стих, его мудрецы, обоих школ, противоположающих, будем докладываться, не согласных по многим пунктам, в этом они согласились, что именно этот стих из этой книги страны, но именно этот стих открывает собой всю Тору, всех пророков и все еврейские писания. Вот, согласились они еще до рождения Христа. Это все было интересно сказано. Вот, и поэтому, когда насчет уже Христос родился, но вот мы вот как раз в эти дни вспоминали, да, Рождество Христа. Вот, большинство христиан на земле 25 декабря об этом вспоминают. Вот. У нас обычно 7 января, вот, но по совести это Иисус родился, получается, и не в декабре, и не в январе. Исторически, если брать православный Иисус, как бы, да, католический, протестантский, то 25 декабря или 7 января обычно мы имеем в виду. Вот, но вообще-то исторически Иисус родился раньше. Раньше и не 2018 лет назад, а немного пораньше даже. Вот, на 3,5 года там пораньше, чем это принято считать. Вот. И это было по нашему исчислению, получается, это середина сентября. Это начало месяца Тешри. Начало месяца Тешри. Это вычисления очень довольно простые, вычисления на его Рождество. И по Ави в очереде, значит, и по другим исчислениям библейским. Все выпадает, и также современным уже научным, астрономическим исчислением. Также выпадает на середину сентября. 4-й, 3-й год до нашей эры, получается. Вот, значит, и потому что Ирод Великий, тот же самый, он умер в 3-м году до нашей эры, получается. То есть, никак Иисус не мог родиться 2018 лет назад, потому что Ирод умер за 3 года, получается, до официального рождения Иисуса Христа. То есть, несостыковочка большая. Там и много других вычислений. Все оказывается на то, что Иисус родился раньше, чем это принято считать. Все дело в том, что просто первое столетие христиане, особенно даже, ну, вообще даже не праздновали таких праздников, как вот Новое Ждество, там, и праздники церковные, которые сегодня в христианстве очень популярны. Первое христианство, первое столетие вообще было очень довольно, ну, как по-современному, так очень простое, именно так говорить. Слишком простое даже. Вот, как вот с точки зрения современного христианства. Да, значит, но зато, как вот на Руси говорили, мне очень нравится. Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Вот мне нравится такая, присказка такая. И вот, и действительно, вот там, где просто, я не знаю, просто Христа. Просто Бога, Христа и Спасителя и все. Это уже христианство. А, к сожалению, потом христианство стало таким, знаете ли, очень таким. Много праздников, традиций, всего-всего-всего. А Христу места и уже, как бы, и не осталось. Да, до смешного доходит. Да, значит, но трагикомичного. Это как я там, мы с батюшкой общались. Ну, я общался с священниками такими традиционными еще. Ну, на пути к реформации некоторые из них. Вот. И я там, например, привел, значит, а, в Эстонии как раз, да. Пример привел, значит, старый еще советский анекдот. Вот. Значит, там, ну, такая, что, когда, история, когда, значит, там, один рабочий какое-то изобретение сделал. Вот. Значит, ну и молодец. Вот. Начальник смены там, начальник цеха там привисался к Капиславе. Вот. В савторах. Ну, и директор там, и правкома, ком, горком. Короче, там, ну, много савторов. Пока до Москвы дошло изобретение там. Уже савторов было множество. Ну, и в Москве, когда уж там уже, надо уже выдавать на изобретение патентов. Ну, слишком много, надо хотя бы одно сократить. Ну, и кого сократить? Ну, конечно, рабочий. Вот, такой был. Да. Ну, знаете, вот примерно такая же история у нас подошла, говорю, вот, с Иисусом. Вот. К нему приписывали много всего, а в конце концов, ну, и кого сократить? Ну, вроде как, его. Вот. Потому что, действительно, вот сейчас вот спроси, даже доходит до трагикомичного такого, знаете, вот, среднего священника, обычного священника, обычного сельского священника, допустим, вот, значит, спроси, вот, вот, в чем путь спасения, допустим, да, вот, как спастись вообще, вот. Ну, вообще, а тем более, если спросить, спасен ли ты сам? Это вообще вопрос на насыпку. Знаете ли, вот, если просто, даже не спросить, вот, спасен ли ты сам, А спросить просто, как спастись вообще? Подойти, как обычный, не знаю, гражданин, как спастись? В чем будет спасение? Ну, средний священник, обычный священник, 90%, даже больше, ответит вам так, вот ходите в храм, верте, ходите в храм, в праздники соблюдайте, чтите, значит, посты, причащайтесь, исповедуйтесь, значит, добрые дела делайте. Ну, много всего расскажет вам священник обычно на эту тему, вот, как бы, значит, и человек обычно, ну, как бы, если он искренний, он советом этим воспользуется, и, конечно же, там, живет каким-то образом таким, но жизнь показывает нам дальше, что рано или поздно человек, идя таким путем, все равно упирается в стену, все равно, как бы, на какое-то время это, может, не поможет, конечно, вот, его это как-то окрылит, как-то разнообразит его жизнь, но все равно, а дальше что? А дальше что? Все равно у разбитого корыта, знаете ли? А что дальше? Вот, и подавляющее большинство священников, закончив семинарии, академии, вообще не имеют понимания такого, что Иисус Христос, Он есть Господь, Бог, Спаситель наш, вот, нет понимания такого, что, ну, знаете ли, что лично за меня, как вот Лютер говорил, Мартин Лютер, очень это, очень четко переживал, кстати, пять столетий назад, но переживал те же самые переживания, что и современные священники переживают, и он, он был религиозным, жена-божным священником, ну, католическим, неправославным, ну, в принципе, как бы, хрен резки не слаще, то же самое, в принципе, быть священником, что там, что там, значит, и он, значит, переживал по-своему страх такой, он даже стал священником, там, больше, честно говоря, из-за страха даже, чем это по совести-то, вот, вот, такой религиозный страх больше у него был такой, знаете ли, и для него Бог, это был больше, знаете, вот, такой жестокий такой тиран, как бы, судья, да, значит, да, вот, и, знаете ли, ну, милости в нем было мало, как бы, вот, в понимании Лютерова, тогдашнего, старого еще Лютерова, вот, хотя из Писания он кое-что уже читал, хотя из Писания он уже кое-что познавал, но все равно, знаете ли, Писания Духа Святого, без Духа Святого, невозможно понять вообще, правильно понять, невозможно, неправильно, пожалуйста, можно понять, а правильно понять, нет, даже художественную лиценку не читаешь, и то, знаете ли, если не проникишься, да, вот, как бы, читай Пушкин, допустим, да, даже, достается, там, что, а если не проник, Толстого читаю, вот, и Воскресенье перечекло, недавно, роман его, значит, знаете, вот, не понимая его, автора, да, вот, ну, трудно понять вообще, о чем он говорит вообще, вот, а тем более книгу, самую большую книгу на земле вообще, самую великую книгу, книгу всех книг, невозможно понять, выразуметь без понимания автора, а автор ее, сам Бог всемогущий, слава Богу, сам Дух Святой, и, конечно же, раз она Богу вдохновена, так она и Богу откровенна получается, раз она вдохновлена Богом, то и открывается она тоже Богу получается, ну, и Лютер, слава Богу, получил вот эту порцию, будем так говорить, такого откровения, Духа Святого, каким образом? Уразумел, да, что праведной верой жив будет, и он интересно говорил, Лютер, что вот понимание, что Иисус Христос, Господь Бог Спаситель, это наш, в целом, да, церковный, там, не знаю, немецкий, там, это не спасает, но понимание того, что Иисус Христос, Господь Бог и Спаситель, лично мой, вот это спасительное говорит, вот это тоже спасительное, и он пережил его в своей жизни, потому что, когда до него пришло, да он уразумел, что Иисус Христос, лично его, Господь Бог Спаситель, вот это уже, его жизнь изменила всю полностью, и он осознал это, он принял это, и сегодня, конечно, да, я вспоминаю, там, дискут с одним священником, так, импровизированный, вот, в Удмуртии еще старый, уже давно был дискут, вот так получилось, значит, и там, он много чего говорил, этот священник, ну, даже не давал мне ртатку, честно говоря, вообще, знаете, говорил, говорил, ну, это такой урок в сектоведении, такой, обычно по сектоведению нам говорили, что это первое, что, главное не останавливаться, главное говорить, много, надо, не надо, не давай, короче, рта открыть, и обличай, просто обличай, все, знаешь, не знаешь, главное, как, знаете, говорят, морду дам, там, и вперед, вот, значит, и, но, и вот он вел себя таким образом, просто-напросто, знаешь, не буду там перекликать его, там, это же не шоу какое-то, знаете, телевизионное, вот, значит, ну, а что делать, надо же как-то, пять копеек вставить, как-то, значит, что-то сказать, надо же хотя бы, хоть что-то, вот, и, значит, я взмолился, конечно, взмолился, значит, там, внутри себя, конечно, там, народ собрался, в основном были его прихожане, ну, там было немного евангельских верующих, в основном были его прихожане, и настроены довольно агрессивно, ну, поначалу, по крайней мере, вот, значит, и там пришли с лопатами, пришли, кто там, там, явно на диспутах не ходит, знаете, аргумент такой весомый, вот, и, значит, значит, и, а еще сам батюшку хулиганил, там, значит, там, ну, вообще здоровый такой, бог здоровый не обидел его, значит, значит, он там, он сзади подошел как-то, а там аппаратура была, значит, там, все эти, вот, как лапша, это назвать как, все эти провода, он ручищами вспотел, рванул и все вынул, как, с мясом, там, представьте, ну, да, а самое интересное, медица приехала, не его забрала, она забрала, вообще, ну, все перевернуто в этом мире вообще, вот, ну, а потом, когда вот диспут этот произошел, вот, значит, ну, значит, так интересно, он-то там говорит многое, и надо, и не надо, во всех грехах меня обвинил уже, короче, даже в развале Советского Союза, короче, во всем я виноват, ряса наша, вот, крест наш, а ты не наш, как бы, казачок заславный, как бы, что-то такое там наговорил, вот, значит, и, ну, и ладно, я взмолился внутри, и вот примерно так я вот, Господу сказал, что говорю Господь, ну, дай, пожалуйста, вот, слово для этого человека, вот, потому что он, как бы, так вот, я пытался что-то вставить, когда он переводил дыхание, там, пытался что-то вставить, реплику какую-то, но он, знаете, продолжал говорить, как будто бы я вообще даже ничего не говорили, и сказал вообще, то есть, ну, как, знаете, вот, как, об стенку гору, хоть бы что, он продолжал именюцию выгнать, и все, вот, и я уже взмолился, говорю Господь, вот, дать что-то для этого человека, что ему, чтобы ему такое сказать, чтобы его пронял это, вот, значит, ну, и второе, я попросил чудо тоже, чтобы, ну, была возможность мне это сказать, потому что он не давал возможности такой, вот, это тоже нужно было чудо, вот, и, надо его словесно оставить, ну, и, как бы, значит, и вдруг мне мысль пришла, знаете, оп, эплика осенила меня, я сам бы не нанумился так вопрос поставить ребром, знаете ли, и второе чудо тоже произошло, он вдруг замолчал, вот, реально, вот, как будто он все уже, знаете, высказал, как бы, вроде говорит нечего, и я понял, вот, в момент истины, надо сейчас, прямо сейчас это и говорить, как бы, 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 как бы Я сказал дальше то, что на сердце мне это пришло. Я говорю, вот скажите, пожалуйста, вы сами, рождены ли вы свыше сами? Спасены ли вы? И дальше я сказал так, что если вот сегодня, примерно последний день и час наш, вот знаете ли вы, куда вы пойдете, в рай или в рай? Так, ну народ прям наш весь притих и батюшка, а он был рядом со мной, как бы я видел его лицо, он буквально вот завис, что называется, вот не ожидал, я сам, честно говоря, не ожидал, я не думал так вот вообще разговор повести в эту степь, но вот когда вот пришло, так я ему все передал. И представляете, что он сказал дальше, при народе все, там люди-то смотрят на него, как бы и вот ждут, и он сказал такие слова, вот цитирую дословно, нет, говорит, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Вот конец цитаты. Знаете, вот и вот как в русском сейчас говорят, догонять стал, да? Вот он сказал, и было видно по лицу, что он сам стал, ну язык порой, знаете, вот сказал, и сам стал думать, о чем он сказал. Ну понял, что сказал. Да, он сказал, и стал догонять, надумывать, что он сказал, я это видел, потому что он был рядом со мной, я видел его лицо, и он опять молчал, не говорил ничего, дальше уже я не имел, что от Бога, но уже я помню в каком русле надо дальше говорить-то. Я дальше уже стал говорить ему, вот, и народу всему. Он говорил, вот вы как священник, вы только что сказали, я опять процитировал его же слова, просто-напросто, я сказал, что вы сказали сейчас, что, говорю, вы не возрождены, и скорее всего пойдете в ад. А говорю, да, можете повезти за собой людей, потому что большинство этих присутствующих, опять-таки, они вам доверяют как пастуха, как священнику. Опять какое-то молчание, небольшое, и он похватился, и начал что-то там про политику, что-то там, ну совсем в другую степь вообще разговор. Видимо, он сообразил, что надо уходить на другую какую-то тему вообще. Но к этому он больше не возвращался, и уже дальше ни слова не говорил, опять по-прежнему, опять, знаете, вот, понеслось. Вот, значит, и, ну самое интересное было потом. Знаете ли, когда уже все там разошлись, как бы, слава Богу, мирно все разошлись, вот, ко мне подходили эти православные, которые настолько были вначале, так я понял, ну как на право народу смотрели, знаете, вот. Вот, значит, а здесь подошли многие и благодарили даже, спасибо, что, как бы, ну, было видно, что даже этот вопрос, наверное, я так понимаю, больше для них был, как бы, для людей, даже, чем для этого батюшки. Потому что, ну, люди задумались, я так понимаю, а потом прошло время, мне уже звонили брать оттуда потом, значит, и о том, о всем спросил их, и, между прочим, говорю, ну как вот мы ездили там, батюшки, там, бить футболки. Как он там вообще, этот священник. А он раньше там проход не давал верующим, ну, почему еще там, как бы, мне о нем говорили перед тем, что так вот, что, значит, там небольшой поселок, за Ижевском, там, Пугачево, что называется, ну, там небольшой городок. Значит, и, понимаете, или там, ну, люди так вот, наведем, вот, и, тем более, священник, вот, и, знаете, евангельские верующие там, ну, просто жаловались на него, вот, так и так, ну, проход не дает, вот, значит, там, ругаться начинают сразу, там, значит, там, и люди добрые уже его, ну, на дорогу лучше переходят дорогу даже, вот, чтобы с ними встречаться. Потому что, ну, кричит, ну, прямо на улице кричит. Вот, вел себя неадекватно так вот. Вот, там даже еще перед, перед собранием там, там одна бабушка подошла, православная, жаловалась тоже на него. Она сама православная бабушка, ходит в храм, ну, вот, пожаловалась, вот так и так. Вы тоже, батюшка, ну, можете поговорить с нашим батюшкой, вот, значит, я, вот, однажды, значит, просто эта бабушка один раз зашла вместе со своими там, какими там, знакомыми, вот, в собрание такое, ну, евангельские там, лежащие, вот, значит, не то баптисты, не то птисты, не то птисты, я даже не помню сейчас, какое-то, но собрание, протестантское вот собрание, вот, оно попало. Или, там, книжечки все мои степели, я тоже с ними пел, значит, там, насчет, там, кому, понравилось ей, вот, и на исповеди, как бы, да, вот, значит, он там, пристрасти, как говорится, выпытывал, значит, была ли там, значит, ну, у сектантов, там, значит, там, баптистов, там, что, ну, и она, как говорится, старая, но неопытная, раскололась. Она, значит, сказала, так и так вот, что, значит, что, была, значит, батюшка, как весна, доход, один раз только по книжечкам пили, там, значит, ну, как бы, больше, как бы, особенно поводки не было зайти к ним, вот, так этот батюшка, там, говорит, наорал на меня, говорит, короче, и пообещал, значит, а у нее уже, у этой бабушки последняя радость была в жизни, место на кладбище она выпутывала себя, там, а батюшка там все приватизировал, значит, короче, и вовсе, вот, значит, и он говорит, что последняя радость, я тебя бежу, короче, вот, значит, как собаку закопают за кладбище, короче, значит, она кладбище и место тебе бежит. А бабушка в шоке, вообще, представляете, значит, она, как бы, у нее последняя была надежда умереть по-человечески, вот, а они ее лишают, она добивается, вот, как бы, ну, чтобы наказание было снято с нее, чтобы вернули ей место, ее там, как бы, думаю, надо же, ну, издеваться над старым человеком, значит, ну, даже если она попала, там, раз в собрание какое-то, ну, что же, из-за этого так увести себя, вот. Вот, а здесь я спрашиваю брата у батюшку по телефону-то, значит, там, спрашиваю, значит, ну, как он там, ну, не терроризирует верующих, ну, мне братья говорят, нет, будет, вообще, батюшка изменился, как бабки сводили вообще, здоровается, говорит, не ругается, но улица здоровается, говорит, вообще, такой вежливый стал вообще, на себя не похожий. Знаете ли, я так говорю, вот, слава Богу, братья, слава Богу, что Господь, видимо, коснулся, ну, по крайней мере, человек, ну, знаете ли, если человек услышал себя, это уже полдела вообще. Дальше уже, если Божий дух вмешается дальше, то это уже чудо. Прошли на обиде. Спасибо. Как? Ну, я на обиде не читаю, значит. Почему вы нет? Возможно, возможно. Кстати, я вот в там, в Кирпках, там, под Москвой, в Баптистской церкви там проводил семинар, значит, и там уже не раз я бывал, уже, значит, и там молодежно у них служение очень хорошее, молодежно, значит, и с молодежью общался местно там Баптистской, и они мне говорят, вот там, здесь у нас вот тоже вот неподалеку, говорит, православный храм, там есть батюшки, и вот один из них такой очень прогрессивный, и тоже, говорит, мы заходили, заходим иногда молодежь, вот, он там из библии цитирует там, и как бы так все о Христе говорит, но я так верю и не верю, ну, мало ли, чаще всего это, думаю, потому что обман такой, нет, ну, мало ли, ну, заехали мы туда, пообщались, и я был приятно удивлен, да, вот реально вижу, что душа-то живая вот, и он на Христе любит говорить, и вообще, вот, ну, библия для него, это живая книга на самом деле, я так думаю, надо же, интересно, это нам не задавали, это мы не проходили, где же он такого нахватался-то вообще-то, потому что, ну, это, как бы, явно не семинарская программа, молодой священник после семинария, я, значит, давая его выкупывать, знаете ли, ну, как бы, по-своему, по-поповски, вот, значит, и он, короче, рассказал мне историю, оказывается, представляете, значит, библию стал читать на злой тещи, вначале, потом на добро, конечно, а вначале на злой тещи стал читать, а теща у него, оказывается, методистка, и она методично, как приезжала, ему что-то из библии говорила, вот, а у него аргументов не было, он мог только ее перекрестить, как бы, значит, последить водой святой, но, в принципе, боже мой, ничего не мог, и, говорит, как теща приезжает, значит, он уже стал готовиться к приезду, пользуясь православным, миссионерским, антисектантским подводителем по библии, есть такой же, вот, значит, вооружившись, значит, стал из библии выписывать цитаты, зазугривать, чтобы вот теща берет, сразу прям ответ, наш ответ Чемберлену, все, значит, чтобы вот, значит, чтобы человек знал, что мы тоже не лыбим шиты, вот, значит, и теща довольна, вот, но ему дальше что-то говорит, у него опять ответов нету, вот, продолжение в следующем номере, значит, потом опять готовились, а потом так увлекся, короче, он, что уже и стал не на зло тещи, и не просто, значит, там, готовились какие-то ответы, значит, для меня, а он стал читать сам уже, вот, именно, и вот, слава Богу, я так понимаю, что из его рассказа, из-за того, что он узнал, что вот, он таким он стал, вот, именно, вот, реально, изучая Божье Слово, он разумел, что Иисус Христос, да, не просто, вот, да, община Господь, да, вот, да, Спаситель, да, а лично мой Господь, Спаситель, и что он, что действительно, что ни в ком друге спасения вообще, ни мама его, ни его друзья апостола, никто, даже, ну, подметки не годится вообще, даже, никто не мог бы даже спасти нас абсолютно, они сами себя не могли бы спасти, никто не мог бы, даже самые наиспекации, вот, только лишь кровью Иисуса Христа, чистого и непорочного аморца, мы искуплены абсолютной жизнью, больше ничем остальным, все, вот, понимаете, вот это откровение понимания, вот, оно, действительно, приносит чудо большое, привод чудо в жизнь человека, слава Богу, я очень Богу благодарен за это, и очень ценю то, что он, вот, совершил, и Богу благодарен, а, по своей жизни скажу, что, вот, может, кто видел мою, там, старую программу, сегодня вспоминали мы, значит, с Александром Шевченко, Google, старая программа, вот, я там помоложе был, и Шевченко Саша был помоложе, вот, вот, так интересно, Бог даст, может, в этом году снимем продолжение, 20 лет спустя, программу Google 20 лет спустя, вот, и, знаете, друзья, ну, как традиционный священник православный, церковнослужитель, как церковнослужитель начал свое служение, получается, 30 лет тому назад, вот, в конце 87-го, ну, в общем, начало 88-го года, как раз, уже на зарплату, на полное время, стал там служителем, значит, читал, пел на клиросе, форум руководил, диаконское служение, и по-диаконское, диаконское, а потом, в 91-м году священником стал сам уже, это было, как чтец, как диакон, послужил в Орловской области, и тогда Орловско-Брянской, и, значит, Московской области, а как священник уже с 91-го года, это Рязань, Рязанская область и немного Брянская область, вот, до 96-го года, вот, мое служение, такое было в традиционном православии русской православной церкви Московского Триархата, а в 96-м году, вот, по идейным соображениям, я вышел из традиционной русской православной церкви Московского Триархата, никто меня не выгонял, вышел сам, добровольно, по собственному решению, вот, без огорчений каких-то, дверью не хлопал, она сама там в рамку захлопнулась, потом, там такие сквозняки ходят в этих религиозных коридорах, вот, но, вместе с женой, он с супругами, я, слава Богу, поддержал тогда, вот, сейчас я не знаю, вот, решился ли я бы вообще тогда был сам выйти, вот, если бы не поддержка жены моей, вот, вот, потому что, ну, тогда вот мы вдвоем, да, и наши, тогда двое детей, у нас было двое детей, детей тогда, сейчас у нас шестер детей, вот, двое детей тогда, значит, и, ну, на самом деле, это, ну, героический поступок, сейчас, сейчас уже понимаю, что без Бога я бы не сделал бы такого никогда вообще, наверное, это как прыгать на ходу, несется, да, поезд, знаете ли, и, слава Богу, вот, кто сегодня живой, вот, это тоже чудо Божье, потому что как раз уже, там, и должны были убить, и, значит, и все, значит, как бы, как бы, не знаю, каждый раз, вот, Бог защищает и благоставляет, и, вот, а те, кто должны были исполнить, это не исполняют, а первый случай вообще был еще в 96-м, значит, там, когда больницы приехали, и, значит, там, их начальник, там, сказал, ну, авторитет, преступный, что, вот, ваши же коллеги вас же и наняли, как бы, значит, тут заказали, вот, но мои ребята посмотрели, вот, эти дни, вот, человек верующий, ну, у них тоже свой кодекс, как бы, есть, если батюшка верующий, неверующий, знаете, интересно, да, так что, бандиты, два тоже разные, я это понял, и, значит, и, вот, как бы, не захотели это сделать, значит, вот, как бы, и, вот, ну, а мы общались, вот, и я пожаловался бандиту, что, вот, даже и переехать не за что, там, вообще, намерены, так оказались, представьте, бандиты помогли нам финансово, транспортом, значит, переезд, думаю, надо же, думаю, не знаю, что ты найдешь, не потеряешь, вообще, как бы, значит, в жизни, в кино такого не увидишь, знаете ли, вот, в жизни бывает такое, что лучше, чем в кино всяком, вот, и потом другие случаи были, это тоже много раз, и всякое было, но, знаете, сегодня я понимаю, что то, к чему он призвал, это, ну, очень большое служение, потому что Бог хочет, Бог хочет, об этом он хотение свое написал, помните, да, Павел, пишет Тимофею, значит, первым, сэмписьметр, он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, а дальше пишет, что он либо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, и вот это действительно хотение Божье, я так понимаю, что он хочет и всех православных спасти, вообще, тем более, знаете ли, если люди называются, ну, христианами, в конце концов, знаете ли, у Бога есть ревность, а имя свое, если имя, произнесенное всякого, выше всякого имени, да, имя Христа, налицается, как-то называется, мне очень печально, потому что, порой, христианство, оно, ну, вообще, ну, одним словом, скомпрометировано, само имя, порой, да, вот, само, даже название, христианство, порой люди христианство называют то, что христианство даже близко не является, вообще-то, потому что для меня христианство это сам Христос, вот, а Христос это христианство, для меня так, вот, как можно перефразировать, старое высказывание, там, про Лениной партии, помните, да, значит, кто помнит, значит, мы говорим Христос, можно перефразировать так, мы говорим Христос подразумевает христианство. Мы говорим, христианство подразумевает Христос. Потому что для меня действительно христианство – это сам Иисус Христос. Это не просто традиция какая. Да, я, конечно, держусь православной традицией, допустим, определенной даже вот реакции, допустим, даже самые элементы православного служения, календарь православной, там, значит, там, традиции православной, другие православные, красивейшие, кстати. Вот, и вообще очень красивые. Вот и много другого всего хорошего в православии, но есть. Но без Христа все это решается всякого смысла просто. Без Христа это превращается все просто в мертвую традицию. Мавзолей, знаете, вот. Тело без духа, мертвого. Тело без духа, мертвого. Если оставить любую форму, но убрать ее содержание, то это просто мертвая система уже. И не важно какая церковь, какая конфессия. Важен дух Христов. Важен дух Христов, дух Божий. Вот. И в девяносто шестом году стал реформатором, будем так говорить. Хотя я рясу снимал и полгода не одевал ее даже там. Примерно полгода, наверное. Даже меньше вообще. И думал, что в жизни больше не одену рясу вообще. Думал, слава богу, что... Для меня даже ассоциации были такие, если я там уже видел грязь с крестом, кому-то нагрузили, думаю, ой, ну, это лицемерие способно. Для меня это было что-то такое вообще. Чуть не аллергия такая, знаете, против всего этого было. Значит, и, честно говоря, меньше всего я в жизни хотел снова рясу тогда, значит, и, значит, и больше всего боялся, честно говоря, что этим и кончится все. Так что я снова буду ряса с крестом на груди. Вот. Но Бог призвал меня к этому служению. И, конечно, не сразу, вот, я согласился. Некоторые годы созревал к этому служению. Вот. И в конце 2000 года, начало 2001 года, начало такое служение церковь, такое уже новое поколение церковь православная, именно реформаторскую православную церковь, креста спасителя. Вот. И, хотя до сих пор, уже 18-й год на дворе, но до сих пор у меня больше вопросов, нежели ответов вообще, что касательно своего служения. Как по мне, так мне проще снять рясу и влиться уже в существующее какое-то христианское движение, вот, значит, конфессию, значит, протестантскую, допустим, где именно, ну, евангельское учение. Для меня это проще уже по аппаратуре на дорожке идти, чем топтать сейчас какую-то другую дорожку еще. Но, я так понимаю, что надо вывести множество душ в познание Бога. А, еще, дайте, знаете, сейчас закончим. А то вот, уже, наверное, замарил уже, нет? Нормально? Вообще, я хотел бы это завершить вот свидетельством все-таки. Дело в том, что в 2003 году, значит, Бог дал знак мне, знамение такое, можно так выразиться. Вот, которым хочу и поделиться. Дело в том, что до 2003 года, хотя я уже начал служение свое, да, начал уже церковь такую, реформаторскую православную церковь. Кстати, когда Шевченко мы снимали угол программы, то тогда еще церковь не начинал, но, опять-таки, я не решался, все никак не решался. Молился об этом, да, были друзья, товарищи, молились вместе, но, как бы, домашнее собрание, допустим, да, но и начинать отдельное служение специальное такое. Я где-то даже опасался. Ну, во-первых, православная традиционная церковь – это очень такая система криминальная, как бы, и, ну, нездоровая, будем говорить, нездоровая система. Вот, и, знаете ли, ну, хуже всего, другое дело вообще. Знаете ли, а если люди невозрожденные при деньгах, при власти, то, значит, это вообще-то, ну, очень опасно. И, знаете ли, ну, я говорил об этом, молился, говорил и Богу, и людям, но я все ждал, что кто-то начнет служение, видимо, Бог кого-то призовет, все ждал, на того он того смотрел. Но никто не начинал, чтобы мне кому-то помогать, допустим, кому-то помогать, да, но самому идти вперед, я себя в этом не видел. А потом Бог призвал в конце 2000-го года через, там, было и сладкование языков, вот, я вижу, вы тоже практикуете, да, вот, как раз, сладкование языков, значит, и через пророчество, и через сновидение, и последнее было такое, ну, после чего я уже решение принял окончательное, это было видение уже. Вот, и, но все равно, до 2003-го года, как-то колебался часто я, знаете, вот, как тот еврей, который говорил Иисусу, помните, верю, Господи, помоги моему, не верю, знаете, вот, верю, вот, иногда вот, трудно, поверь, помоги моему, не верю. И, в 2003-м году, вот, я впервые в жизни, вот, молился за воскрешение мертвого, значит, и он воскрес, это было для меня самого, по мне, честно говоря, вот, было ДТП, я был за рулем, и, вот, попал в аварию. Я скинул подростка, школьника, который был, там, на мотоцикле, вот, ну, понятно, без трав, там, все, он просто выехал на мотоцикле покататься из своего села в другое село, ну, через трассу, по-другому, вот, и трасса была фактически пустая, но, вот, столкновение было, вот, и я не смог избежать столкновения этого, удар был прямо, по мотоциклу, вот, и мотоцикл не подлежал восстановлению, как потом сказали уже милиционеры эти и другие ребята. Вот, мальчик лежал без признаков жизни, и там, на трассе, вот, я впервые в жизни просто вопил к Богу, вот, жена была со мной, дети, тогда опять ракетивно было, все были со мной, вот, они оставались в машине, я выбежал на дорогу, ну, и вот, в первую в жизни молился за умершего, я за упокой-то много молился раньше, за умершего, вот, но это было до 96-го года. В 96-м году я, значит, покаялся в этих вещах и отказался принципиально, вот, от многих вещей, от многобожия, то есть, в 96-м году я отдавался от многобожия, однозначно, то есть, я молюсь только лишь Богу, больше никому, потерял всякий интерес вообще молиться кому-то другому на стороне, вот, и я уразумел четко, что един последний между Богом и человеками, человек Христос Иисус, и поэтому моя болительная жизнь, она вся перестроилась, довольно просто, Отцу Небесному во имя Иисуса Христа, и все стало четко, ясно и понятно, и все эти годы я поутравнил мою голову, к какому святому мне молиться, к какому нужде вообще, я знаю, в кого веровал, и для меня, как бы, это все аксиомы. Отказался от всякого идолопоклонства, то есть, почитание икон, мощей, крестов, там и прочее, вот эти вот элементы, да, казалось бы, идолопоклоннические, значит, там, у меня еще люди, в Карионке, там, епископские, панагеи, вот, значит, и я ношу это как знаки моего служения, но я знаю не то, кто на мне, больше того, кто умеет, то, кто во мне, больше того, кто в этом умеет. Вот, все, ну, это все равно вещи, я вам их не рекомендую, на всякий случай, мало ли, а то, что положено по ходу, не положено и я, как бы. Нет, ну, это тоже постольца, есть такая. Нет, вообще, дело в том, что для меня это знаки моего служения, вот, а это вещи пограничные, знаете, вот, есть, как вот, грибы, есть ядовитые, да, есть седун, а есть такие вот, мы говорим так, условно, седун, то есть, помереть не помрешь, ну, и жить не будешь, может быть, ну, то есть, как приготовишь. Если хоржу приготовишь, то нормально все обойдется, если кровь уменьшаешь, то как можно, кровь твоя на тебе дырит. Вот, значит, и, в общем-то, знаете, вот это, как бы, условно-седун и грибы, то есть, если неправильно приготовите, то все. Излопоклонство, если там, не дай Бог, там, например, раз уж это переклинет, то, я думаю, о, крест могу спасать, защищать, то все это, все, это конец уже. Вот, значит, пониматели, здесь вот так вот, сапер ошибается, бывает раз, знаете, вот, поэтому здесь важно, вот, держать ухо востро всегда, поэтому блажение христианин вообще не имеет ничего общего, блажение вообще не носит ничего, ну, по крайней мере, того, чтобы провоцировать тебя, вот, как бы, к такому пониманию, что, что тебя может защитить вообще, помимо Бога, помимо Господа. Вот, это очень опасная вещь, вообще, на самом деле, там, неважно, ниточка, там, какого-то говорили, да, какая-то красная, там, вот, или, там, крестик, или иконочка, или поясок с молитвами, там, и прочее, прочее. Вот, да, вот, потому что христианство, по совести-то, это тот, кто в нас, не кто на нас, не что на нас, да, тот, кто в нас, Боже, кто в мире, вот. Вот, ну, и в 96-м я отказался от всякого иглопоклонства этого, от почитания морщей, там, от многих других вещей, значит, и в том числе оказался от религиозного оккультизма, то есть осознал, что это оккульт, что это заблуждение и общение с бесами, вот, и что мне, оно мне надо, нет, конечно, зачем мне оно, мне не нужно общаться с бесами, у меня есть общение с Духом Святым, у меня есть общение с Богом, зачем мне общение с бесами, зачем мне эту трапезу Господню мешать, знаете, вот, кислое с прессами, зачем? И отказался я от всякого рода молитвы за умерших, потому что раньше я этим жил, честно говоря, очень много времени, и личного своего индивидуально посвящая этому времени, выманивая умерших, но я осознал в тот момент, что из Писаний, очень четко тогда, что, знаете ли, за умершего человека у нас остается лишь одна молитва, один пример из Писаний, да, это молитва за воскрешение недавно умершего человека, если в этом есть необходимость, и к этому позыв есть, мы не знаем, вот, последнее, что остается у нас, право моральное, за умершего молиться, за его возвращение, да, вот, воскресение из мертвых, вот, но упокой души, как таковой, это уже есть, знаете ли, и я это осознал, я это понял, и я это не ведусь, но тогда вот, в 2003 году, впервые я молился за уже удачи, да, но молился, не соглашаясь с его смертью, просто протестуя, не соглашаясь с его смертью, и я просто воплыл к Богу, и Бог совершил чудо тогда, мальчик ожил, вот, стал даже шевелиться, подниматься стал, вот, я уже тут же, как только ожил, у меня сразу всякие сомнения, может, может, это не было смертью, может, это просто был такой обморок такой глубокий, думаю, мало ли, вот, тут же, вот, но, знаете ли, когда он стал садиться, то, значит, у него там сзади, у него спереди лицового чисто, а сзади было разбито все, у него там, значит, и, знаете, как вот арбуз, вот, переспело трескается, у него голова сзади треснета, там кости разошлись, и там мозги эти были видны, то есть масса клокотала, вот, как бы, и, в общем-то, вот, то есть, был сплютый череп, понимаете, я держал ему этот череп, чтобы, там, думаю, дырка, дальше, чтобы не разошлась эта, вот, кости, и, там, не до Бог, что бы выглядел с помощью, и, тем более, он грязными руками не лез туда чесаться, но мне лучше мозги почешут, думаю, я держал, поэтому, чтобы не залез туда, вот, значит, и, хотя, честно говоря, я крови боюсь я вообще, там, и, значит, это, мама все в медицину сладала, а я там, там надо будет спасать, не пациента, меня будет спасать, надо здесь, вот, и, это, как тоже, то меня там все подбивали, а, четвертые были роды, по-моему, уже некрас, да, подбивали меня, значит, вот такое, вот, что, по присутствию в народах, но, благо, там, значит, один мой товарищ, там, священник католический, там, отец Максимилиан, говорит, батюшка, нужно вначале ему подготовиться морально, вот, вот есть учебно-тренировочный фильм есть, вот, специально сняли в Польше, ага, значит, фильм для мужей, чтобы они были готовы, чтобы не пришлось врачам спасать мужиками, значит, а то бывали случаи, что уже мужа спасают, уже про нее забыли, уже она рожает, как сама рожает, уже мужа спасает, вот, значит, и вы посмотрите, и уже скажете, готовы или не готовы, я на полфильма понял, что все, это не мое, меня там будут откачивать, вот, значит, и, да, я бы за каждой роды медаль давал, вообще, был бы президентом, потому что, да, геройство, на самом деле, вот, и, не знаю, это, думаю, я, как тот еврей, молюсь, спасибо, что оделся мужчиной, значит, как бы, да, раз обрезался, и хватит, а здесь рожает, и вообще-то, и жизнь такая, думаю, надо, вот, но, не, ну, слава Богу, это все хорошо, что Бог-то, да, дает жизнь, и все правильно, хорошо, но, знаете, о, почему это я, а то я ушла, а, о, про того пацана-то я, вот, значит, да, это, хотя страшно, там, значит, да, и кровью боялся, но я держал это все, это, сам, потрогал это все, знаете, как получилось так, и там, скорая-то приехала, вот, и забрали два пацана, а там, как получилось, там, на трассе, ну, за городом, получается, не доезжая, там, в Тролевцах, в Сульской области, но, значит, получается, что, как сказать, там, дальше была кафешка такая, вот, и они видели, там, что ДТП, что, значит, все это произошло, и, слава Богу, они позвонили, там, вызвали, вот, поэтому скорая забрала пацана этого, ну, врач только одну фразу там бросил мне, что, значит, что мы его не довезем даже, раны несовместимы с жизнью, вот так, вот, ну, и такая скорая, там, она совершенно не скорая, вот, как, ну, уазик-буханка, знаете, вот, такая вот, да, да, вот такая, скорая, самое интересное написано «скорая», так интересно, на таком уазике написано «скорая», это, кто писал, это просто юмористы вообще, вот, потом написано «медицинская», это, ну, ладно, да, и помощь, вот, я, значит, знаете, что ни слова, то это просто, это юмористы, вот, а там у них, вот, я думал, такое-то такое бывает у Задорного, там, у Жванецкого, у кого-то еще и юмористов, в реальной жизни бывает такое, что у этих комиков такого не найдешь, да, представляете, у них, вот, реально, из медикаментов они носилки были, вот, я думал, такое кино будет, в реальной жизни, хуже человек кино бывает, вот, ну, и халатом, и носилки, все, вот, представляете, приехали на место ТТП, значит, скорее труповозка, причем, ну, ладно, значит, его там погрузили, значит, да, значит, и повезли, вот, жена, дети остались там, при машине, я, значит, ушел подальше, там, значит, посадку, молиться, ну, как-то за пацана тоже там, этого молюсь, не знаете, как бывает, вот, молишься, да, ну, все-таки, ну, у меня понимание было сразу, что, хотя врач сказал, что не довезут, они не довезут его, значит, по больнице, что же, ну, как бы, несовместимы с жизнью, но он-то не видел, врач-то не видел воскресенье, понимаете ли, он при мне воскрес, врач уже, когда скорая помощь приехала, то они уже видели уже на асфальте сидящего этого пацана, значит, да, значит, там я придерживал эти косточки, но, значит, они не видели в момент воскресенья, поэтому, как бы, они видели то, что они видели, вот, но я так уразумел так, что, понимал, что, если Бог его сейчас воскресил, то не за тем, чтобы он прямо сейчас же и умер, ну, приливается, значит, ну, нелогично как-то, думаю, я так даже подумал, думаю, какой-никакой, думаю, но живой, пусть даже если он поломанный какой-то, да, но, но живой, по крайней мере, вот, значит, и там, в этой посадке молюсь за этого пацана, и знаете, как бывает, вот, молишься, да, а дух уже не молится, святой, вот, ну, как я пытался еще по-своему, как-то, молиться на сухую, вот, сам, без Бога, но это, я понимаю, что как-то все решено уже, ну, и начинаю просто благодарить Бога, благодарить Бога за, за все, но я еще не знал, что произошло, ну, оставался на месте происшествия еще там, ждал еще милицию, ну, долго их ждал, честно говоря, они приехали там на машинах, там, грузов, ну, события, батюшка, там, подряснике таком дорожном своем, и им интересно, и мне интересно, вот, как бы они посмотрели место происшествия, значит, и сказали мне, что это, батюшка, ну, это летальный исход, однозначно, ну, его транспортное средство, как бы, майор транспортное средство, там, где тело бежало, ну, у пацана шансов нет, там познакомился с одним этим ДАИ, это, значит, этот, Сергей Шкур, капитан тогда он был, милицией, значит, мы все познакомились там, вот, и общались, ну, он, так сказать, батюшка, не первый год на дороге, видим, я говорю, не в морг, а в реанимацию повезли, ну, ненадолго, вот, ненадолго, вот, ну, потом с места происшествия ехали туда, да, приехали, другие мотоциклисты, ну, уже постарше ребят уже, вот, и они сказали, а, мы знаем, откуда этот пацан, вот, они по мотоциклу, там, в этом селе, в гараже, они, ребята, сами собирают там, этот все мотоцикл собирали, вот, видимо, выходил покататься на трассу, вот, значит, и потом уже в больницу заехали, значит, проверить, ну, я трезв, там, все прочее, потом, значит, милицию, значит, в комедии следователь уже сидел, сижу, ну, здесь как бы стресс догоняет уже, как бы, значит, а то, знаете, как кино про кого-то смотрю, то есть, как будто это не ценой происходит вообще, вот, значит, там сижу, смотри, снова было записано все это событие, как-то все произошло, вот, я подписался там уже, вот, что дальше будет, вот, знаете, вот, стресс это догоняет, и вот здесь узнаю подробности все этого события, этого дня, оказывается, представляете, да, вот, зашел врач скорой помощи, вот, в вене следователя, тот самый врач, кто забирал с места происшествия, который говорил, что не довезем до больницы, вот, живым его, а, представляете, оказывается, не просто довезли, а вот за тех, там, минут 15, ну, это не далеко от городка этого, вот, пока везли его туда в крыльевец, вот, то, значит, получается, он полностью исцелился вообще, только что, как с гуся вода вообще, живой, здоровый, целый вообще, то есть у него за этих, там, минут 15, наверное, ходу их него, знаете ли, там, значит, у него кости срослись, кожа срослась, как будто, поэтому врач сказал следователю, чертовщина какая-то, вот, ну, поэтому, неверующий, а, он еще начал с того, что он неверующий, я так сразу заполозил, что-то не то здесь, это же неисповедание, и он не мне говорит это, а следователю, что он неверующий, а второе, значит, что это чертовщина какая-то, значит, и рассказывает, что вот так и так, а, он еще сказал так, что это не была как массовая галлюцинация, потому что и он там, и кто еще был там с ним, видели, что реально череп был скрыт, как вот, ну, как вот, арбуз там, лопается, переспелый, вот, значит, а здесь все захлопнулось, зашилось и бесшовно срослось, значит, ему кровь проверяли, это мальчик кровь, не чья-то кровь, вот, значит, это его кровь была, ну, как могла глава раскрыться, там, кровь вылезти, закрыться и срастись, ему когда кровь смыли, не нашли ни царапинки, ничегошеньки, абсолютно, как будто не ломалась у него никогда, и даже кожа, как будто не рвалась, ничего, вот, ну, это еще было, как говорится, дальше в лес злее партизана, там, дальше было вообще, там, такое было, что у нее, и там, значит, там, знаете, ему когда, да, его додома раздели, хирург еще был там, осматривавший его, значит, хирург сказал, что внешний осмотр, короче, произвел на него впечатление неизвладимое, представляете, значит, врач рассказал такую вещь, интересно, что как будто бы его по дороге переодели в другую одежду, в чужую одежду, потому что одежда показывала, что на нем должны быть повреждения многочисленные, вот, то есть, с ДТП, явно привезем был после, там, падения, там, и прочее, но под одеждой все было чисто, как будто бы это была не его одежда, как будто его переодели в чужую одежду, вот, под одеждой все было, ни синяков, ни царапин, ничего, абсолютно, никаких следов повреждений не нашли, и все, плюс еще шевелилось, работало, проверяли ему все, ну, и еще, дальше больше было, хирург, там, значит, по ходу его раздевания, осмотра, ну, и проверяли еще мозги его, были, да, значит, мало ли его ударился, там, что, задавали ему всякие вопросы, и отвечает на все вопросы адекватно, положительно, все хорошо, как бы, внимательно, и еще, по ходу разговора, значит, наследует врач, хирург, он, значит, этого мальчика узнает, оказывается, и мальчик подтверждает, да, это он, то есть, этот врач не обознался, вот, и, оказывается, этот мальчик лежал у них в хирургии, когда-то, и лежал с переломом, то есть, они там уже, оказывается, на мобедах за ним, там, не раз уже, там, не раз уже попадали, короче, он лежал с переломом у них, тот перелом у него зажил хорошо, с первого раза все спокойно, значит, все хорошо, но, в общем, дело, когда его делали снимки, проверяли уже внутренние органы, проверяли кости его, не только все новые переломы исчезли вообще, бесследно, но и след отстава перелома исчез, как будто бы у него кости никогда не ломались вообще, и вот, потому что следователю в моем присутствии, вот этот врач говорил, что не бывает бесшовного срастания костей, там должен быть след отстава перелома обязательно, не бывает, чтобы срастлось без следов, бесследно, вот, но потом опять его оставили еще, значит, вечером, уже поздно вечером, были там другие люди, другие врачи, я с ним уже там уже не общался, не знал, кто это, что это люди, вот, проверяли его еще раз, делали снимки, проверяли, вот, но повторные снимки потом мне уже сказали, что, значит, то же самое все подтвердили, что у него все цело, все чисто, значит, ни гематом, ничего, и в кости все цело, как будто не ломались никогда, то есть, а как это может быть, чтобы, значит, у него, получается, и след отстава перелома еще в бесследно, нашли лишь одну проблему в нем, в мальчике в этом, вот, но врачам она оказалась никак не связана вообще с ДТП, а мне как раз, я вижу, для меня это еще одно подтверждение, что это было все-таки клетание скорб, вот, и воскресенье, в нем не нашли пищи, вот, что дело, как будто он давно не ел, не просто там день, два, три, а не ел давно, вообще ничего не ел, вот, что дело, как говорится, немаковые росинки, знаете ли, стали расспрашивать, когда он ел в последний раз, и он их удивляет врачей, он говорит, значит, а мне эти медсестра, санитарки все пересказывали, вот, значит, он говорит, что утром хорошо позавтракал, думали, врет, а смысл не видели, как бы, зачем врать ему, вот, давай его раз спрашивать, специально так, ну, а что ты любишь, что мама тебе готовила, что ты любишь там покушать, что сегодня конкретно ты там ел, и судя по тому, что он сказал, он говорит, ну, убедительно, то есть, вроде как бы, все правильно выглядит, что он поел хорошо, и судя по тому, что он написал, поел очень хорошо, а почему еще, оказывается, там все выяснилось потом, ну, все тайно и явно, ну, как стало, короче, он со школы сбегал, он не был в школе, да, в тот день, пятница была, вот, и другие пацаны некоторые, с других сел, с этой же школы, они сбегали в тот день, то есть, они не пошли в школу, они на своих там, кто, мопедах, мотоциклах, кто, у кого, что было, короче, они с разных сел, у них был сговор такой, они свяжались в одно село, в другое село, вот, за трассу туда, как раз, по трассе-то я ехал, значит, и в этом селении собирались все вместе, и у них должно было быть, что весь день, это катание, гуляние, и даже весь вечер, и всю ночь, фактически, то есть, он понимал, что один у него прием пищи будет, поэтому он позавтракал очень хорошо, сразу, понимаете, вот, значит, но они спрашивают дальше врачи, а вчера ты ел? ел, ел, что-то конкретно ел, вспоминай, называй, а позавчера ел, ел, то есть, он ел каждый день, и не раз в день ел, а утром очень хорошо позавтракал, вот это была задача для них, они спрашивали, а как ты, ну, в туалет ходишь, мол, может, нет, суперспособность какая-то, не знаю, но он же не птица, в конце концов, знаете, вот, как бы, да, значит, то есть, нормальный человек, там, пешки, все, значит, там, как ему это все могло, это, вылить-то, знаете, но, но самое интересное, вот, то есть, для врачей, это было необъяснимо, вот, как он ел каждый день, и утром хорошо позавтракал, но в нем не было, вот, следов от этого всего, я потом уразумел, тоже, и, кстати, еще там у следователя потом, когда вышел из коридора, вышел в коридор другие, с кабинета, а там, как раз, этот, тот самый, Сергей Шкур, этот капитан, стоит, взрослый мужик, а стоит, знаете, вот, я так посмотрел на него, знаете, как будто мальчик потерялся в супермаркете, растерянный стоит вообще, да я сам, наверное, глупо выглядел, тоже, наверное, я, конечно, всегда не видел, смотрите, вот, взлешком, но я смотрел на него, думаю, вот это, да, а потому что он сам видел, но он не видел, правда, саму ДТП, но он видел, как говорится, мотоцикл, не подлежащий восстановлению, ну, две тонны на скорости, как мало не покажутся, значит, да, значит, там, и, значит, и, значит, и где его тело бежало, то есть, должен быть, ну, труп, а мальчик хоть бы что, хотя бы царапинка осталась, знаете, вот, напоминание хотя бы, о том, что было, вообще, как с гусяла, так все, живу и здорово, вообще, вот, да, дети у меня все там были, в ссадинах, в синяках, в царапинах, жена коленок убредила, кстати, вот, значит, там полгода потом болела, значит, терапия дорогая была, значит, в машине мы, да, значит, а ему хоть бы что вообще, вот это да, ну, вот, интересная история такая, ну, ладно, да, на них, там, этих милиционеров, значит, там, страх такой напал, значит, такой, не милиционерский, а такой, божий, хороший такой, знаете, страх такой напал, значит, и они меня там провожали, это потом я уже осознал, что, лишь она говорит, как-то странно тебя провожали, всем скопом, всем колхозом, нужно, короче, провожать, знаете, как депутаты какого-то, вот, значит, и побыстрее, не отторопили даже, вот документы, все, пожалуйста, уезжайте, выйдите от нас, ибо мы грешны, вот, вот, таковое чувство, сейчас я уже заднем, думаю, надо же, я бы, наверное, сказал там пару слов, напоследок, там, покайтесь там, тогда было не до того, честно говоря, документы взял, маршрут и поехал, ну, значит, и, так вот, и когда обратно поехал, то, значит, это, а, кстати, ну, мальчика оставили в больнице, врач сказал последнюю фразу, что я услышал из уст врача, там, значит, что, может, что проявится еще, вот, ну, и, действительно, я сказал мне напоследок тоже, что если что там проявится, то вот вызовем, вот, слава богу, до сегодня все нормально будет и получено, вот, удивительная история такая, но, но дальше было еще интересней, в тот же, хотя я думал, честно говоря, что то, что было в тот день, для меня больше, чем достаточно, я, значит, ну, понимаете ли, до того никогда сам не молился за воскресенье умершего, значит, и, значит, не имел это по практике, слышал там где-то, там где-то такое было, ну, чтобы вот так вот, вот, не было. После этого были еще случаи, но до того это был первый случай, и, значит, и он самый запоминаемый, хотя после этого были еще более-таки зрелищные чудеса были, как бы, значит, честно говоря, вот, значит, там есть девочка была, там, в самом Киеве уже, значит, тоже был случай, когда 13 этаж, значит, и упала прямо на порожки, там у нее не только раскололся, у нее все вылезло, что-то выпало, и врачи просто собрали ее буквально, там никакого шанса не давали абсолютно вообще, во-первых, то, что она ожила и жила, будет даже такой...